Вы смотрите Израиль за неделю. Публикация так называемого иранского досье, о котором мы подробно говорили до перерыва, внесла свои коррективы и в распорядок первого дня работы летней сессии Кнессета. Депутаты, вернувшись с каникул, ожидали, что на торжественном мероприятии в понедельник в Иерусалиме выступит премьер-министр. Однако Бениамин Итанягу весь понедельник провел в Тель-Авиве, готовясь к сенсационному разоблачению. В итоге парламентские разногласия между коалицией и оппозицией отошли на второй план. А между тем, многие израильские политологи утверждают, что эта летняя сессия длиной всего в три месяца может стать последней для Кнессета 20-го созыва. Слишком много там оказалось законопроектов, по которым нет согласия внутри коалиции. Это означает, что политический кризис в Израиле лишь вопрос времени. Если бы выборы состоялись сегодня, то победу на них все равно бы одержал действующий премьер-министр Бениамин Итанягу в Волгове партии Ликут. А вот второе место все опросы дают одному из лидеров оппозиции, экс-министру финансов Ейру Лапиду. Лапид на этой неделе подверг резкой критике решения Нитанягу рассекретить иранское досье, за что был обвинен в отсутствии не только патриотизма, но и в профнепригодности. Мол, ничего не понимает Лапид в вопросах большой политики, так как армейскую службу проходил в военном журнале, а не в спецназе генштаба, как Нитанягу. В эксклюзивном интервью Артевяя Лапид объяснил суть своих претензий к нынешнему правительству. Добрый вечер, лидер партии Шатид Ейр Лапид. Добрый вечер, Евгений, как ваши дела? У меня хорошо, как ваши дела? Все в порядке, началась летняя сессия. Мы работаем с тревогой, следим за ситуацией в сфере безопасности. Нас ждет непростая неделя на севере, потом 15 мая, открытие посольства США в Иерусалиме. Добавьте сюда политические проблемы, в общем, непростая ситуация. Вы уже не говорите, что эта летняя сессия будет последней для нынешнего КНЕС, так как это было ранее? Сложно сказать. Я, конечно же, считаю, что эта сессия должна стать последней. Это правительство лишь наносит вред стране, а депутаты от коалиции заняты собственным политическим выживанием. Вы тоже полагаете, что есть напряженность в сфере безопасности? Да, конечно. Но я замечу, что у нас всегда с этим проблема. Спокойной обстановки в Израиле никогда не бывает. На мой взгляд, стратегия Бениамина Нитаньягу в этой сфере провалилась. Давайте разберем подробно. Что мы имеем? Ядерная программа Ирана. Иран усиливается в Сирии. Союзник Ирана в группировках Избалла только усиливается в Ливане, и мы ничего не можем с этим поделать. Я уже не говорю про ситуацию в Газе. Там тоже хорошего мало. Хамас усиливается, а у нас нет четкой стратегии в отношении сектора. Я считаю, что мы должны нанести удар по Хамасу, и здесь моя позиция правее многих правых. Но я хочу понять, в чем заключается наша стратегия? Если мы решаем не обращать внимания на гуманитарный кризис в Газе, давайте решим, как мы это объясняем международному сообществу. А если мы можем это рассказать миру, то, возможно, имеет смысл это рассказать и израильскому обществу. Так в чем же заключается эта стратегия? Вы хотите, чтобы премьер-министр вам, представителям оппозиции, рассказывал, что Израиль делает в отношении Газы? Пемьер-министр ничего нам не сообщает. Я получаю информацию в рамках комиссии по иностранным делам и обороне. Я член подкомиссии по работе спецслужб. Мы знаем, что происходит, поэтому я утверждаю, у нас нет стратегии поведения в секторе Газа. Еще в 2014 году, когда я входил в узкий кабинет по вопросам внешней политики, я говорил, с террором надо жестко бороться, но при этом пытаться найти способ политического урегулирования и разоружения Хамаса. Не хочет Хамас складывать оружие? Что тогда делать? Нет, такого не хочет. Мы должны сделать все, чтобы они начали вести такой диалог. Да, они не хотят. Я тоже не хочу вести переговоры с террористами. Но сегодня в Газе живет 2 миллиона палестинцев. Мы должны сделать все, чтобы они начали ненавидеть Хамас, чтобы они поняли, что мы умеем разделять между террором и мирным населением. Нитаниягу об этом написал целую книгу. Создание такого разделения и должно стать одной из наших целей. Министр обороны Виктор Либерман говорит, что ежедневно в Газу въезжают сотни грузовиков. О каком кризисе мы говорим? Те, кто хочет провокации, должны понимать, что ходить возле забора безопасности небезопасно. В чем тогда кризис? Я однозначно выступаю за применение силы к тем, кто пытается нас провоцировать. Я выступал в защиту действий нашей армии в районе границы с Газой. Но давайте посмотрим на факты. Сегодня в Газу поступает лишь треть товаров, которые поступали ранее. Это хорошо или плохо? Это плохо. Мы не виноваты в гуманитарном кризисе там, но это наша ответственность и наша проблема. Прошлым летом был закрыт пляж в районе Ашкелона. Знаете почему? Потому что канализационные стоки из газа попали в море, и это стало уже нашей проблемой. Генералы, которые отвечают за ситуацию в секторе, не раз мне говорили. Микробы не понимают, где проходит граница. Если там начнется эпидемия, это будет нашей головной болью. 300 грузовиков в сутки явно недостаточно для сектора. 4 часа электричества в сутки тоже явно недостаточно. Когда в Газе есть нехватка питьевой воды, это и наша проблема. Вы знаете, как они достают питьевую воду? В глубоких колодцах с помощью электрических насосов. Если там нет электричества, то там нет и воды. Против Хамаса следует действовать жестко. Это легитимная цель. Их надо уничтожать, и они должны постоянно думать, что они у нас на мушке. Но это не освобождает нас от важного вопроса. Что делать, чтобы решить проблему Газа? Господин Лапит, вы говорите про стратегию, используя красивые фразы, но что делать на оперативном уровне? Вы понимаете, как добиться результата и реализовать эту стратегию? Я не хочу делиться в телевизионном интервью оперативными планами, которые можно услышать на заседаниях комиссии по иностранным делам и обороне. Это секретная комиссия. Но я могу вас заверить, что такие решения существуют. Да, они на оперативном уровне, но они есть. Они требуют политических решений, и они требуют серьезного руководства. Это касается не только сектора Газа, это касается и ситуаций на Западном берегу. Больше я, к сожалению, не могу вам сказать. Давайте поговорим об Иране. Горячая тема последних дней, хотя кто-то скажет, что Иран уже 30 лет занимается своей ядерной программой. Что вы сегодня посоветуете премьер-министру Бениамину Нитанягу в вопросе решения иранской проблемы? По вопросу Ирана в Израиле нет коалиции и оппозиции. Я считаю, что правительство действует взвешенно. Я целиком поддерживаю те действия руководства страны, которые, согласно иностранным СМИ, оно предпринимает на территории Сирии. Иранцы должны понимать, что военное решение проблемы всегда существует. Это касается как их ядерной программы, так и присутствия на территории Сирии. Израиль оставляет за собой право в любой ситуации самостоятельно принимать решения и действовать, исходя из собственных национальных интересов. Никто не будет нам указывать. При всем уважении к Трампу, Путину и другим мировым лидерам, мы не будем ни у кого просить разрешения и сами будем принимать решения. Это не отменяет необходимости координации с русскими. Но это не просьба на ту или иную операцию. Наверное, на дипломатическом уровне мы можем сделать чуть больше. Мы должны убедить США вернуться в регион. Америка практически не играет роли в сирийском конфликте, за исключением отдельных районов на севере страны. И в этом я вижу нашу сегодняшнюю задачу. В целом, моя оценка действий правительства на оперативном уровне очень высокая. А вот с политической точки зрения есть место для улучшения. Я приведу пример. На этой неделе я был в Берлине, проводил там ряд встреч с европейскими политиками. Мы требуем нести Хизбалу в список запрещенных организаций. И это не просто символический акт. Под нашей петицией подписались уже 60 депутатов Европарламента. Мы считаем, что Европа должна прекратить поддерживать эту группировку. Деньги европейцев идут на ракеты, которые направлены на Израиль. Я был в Голландии, Бельгии, встречался с Федерикой Маггерини, с германскими политиками. Это занимает время. Но в конечном итоге мы добьемся результата. А кто обещает, что если вы окажетесь завтра в кресле премьер-министра, вы сможете решить эти проблемы, пока вы гордитесь тем, что еще не случилось? Я постараюсь быть максимально открытым. Я говорю, что это долгий процесс, все это занимает время. За минувший год мы существенно продвинулись в решение проблемы. Конгресс США принял резолюцию под номером 359, смысл которой оказать давление на Евросоюз, чтобы прекратить поддержку Хизбаллы. У нас получится в итоге, я уверен. Просто нужно делать свою работу. Но премьер-министр не всегда находит время для работы в МИДе. Полномочия этого ведомства поделены между несколькими министрами. Так это не работает и так это не должно быть. Если мы говорим о соглашении с Ираном, попробуйте объяснить мне, что произошло сейчас. Три года это соглашение работало. Неужели после 12 мая жизнь завершается? Неужели все зависит только от одного решения Трампа? Это и заставило, наверное, премьера выступить с презентацией, на которой он рассказал о материалах, которые МОСАД достал в Иране. Я надеюсь, у вас есть ответ на этот вопрос? Я всегда был против ядерного договора с Ираном. Это очень плохое соглашение. На протяжении всего времени я сотрудничал с правительством во всем, что связано с борьбой против соглашения. Когда речь идет о безопасности государства, нет деления на коалицию и оппозицию. Но публичная демонстрация материалов, на мой взгляд, стала огромной стратегической ошибкой. И эта ошибка премьера нанесет вред нашей безопасности. Очень настораживает, что это отнюдь не первая его ошибка за последнее время. Премьер-министр вместе с главой МОСАДА должны были представить эти материалы на закрытых форумах, в Белом доме, в Бундестаге, в Европарламенте, в беседах с британцами. Я не уверен, что США выйдут в одностороннем порядке с договора. Это даст возможность России и Китаю только усилить свое сотрудничество с Ираном. Я говорю очень осторожно, не хочу делать прогнозов. Еще один фактор, который нельзя сбрасывать со счетов, это желание США начать переговоры по ядерной программе Северной Кореи. Вы не можете ввести диалог в одном месте и выходить в одностороннем порядке из такого же договора в другом месте. И все-таки ваш прогноз, Соединенные Штаты выходят из договора с Ираном? Если Европа предложит реальный план по выходу из кризиса, который включает в себя изменения существующего договора, то у президента Трампа появится повод отложить еще на 6 месяцев окончательное решение. Как известно, каждые 6 месяцев президент США должен подтверждать данный договор, иначе это автоматически переходит в Конгресс, и там начинается процесс возврата к санкциям. Но европейские лидеры уже заявили, что они против? Мы слышали позицию Терезы Мэй, Меркель, Макрона. Это не совсем так, я не согласен с этим. Я встречался со многими политиками в Европе, в частности, во время моей последней поездки в Германию. Европа готова вести диалог об изменении договора. Их смущает вопрос ракетной программы. Баллистические ракеты Ирана могут угрожать и Европе, и там это тоже сильно не нравится. Не нравится европейцам также поведение Ирана на Ближнем Востоке, в частности, финансовая поддержка ряда экстремистских группировок. Дополнительный пункт, о котором Европа хочет говорить с Ираном, это контроль над его ядерной программой. Сегодня он недостаточно полный и требует изменений. И, наконец, четвертый момент, по которому нет вообще согласия. Что будет через семь лет, когда пройдет время, выделенное в рамках договора? В этой связи хочу отдать должное президенту Трампу. Он оказывает давление на Европу, которая сегодня готова прислушаться к аргументам Белого дома. Если Трамп откладывает решение до ноября, ситуация на Ближнем Востоке немного успокоится, мы разве перестанем слышать о разных ударах по территории Сирии, которые приписывают Израилю? Я не уверен, что эти вещи связаны. Согласно иностранным СМИ, Израиль не берет на себя ответственность. Эти удары призваны предотвратить укрепление Ирана в Сирии. Иран хочет получить там морской порт, базы ВВС, постоянные базы для пехотных подразделений. Израиль не позволит этому произойти, и неважно, кто занимает должность премьера, Бенемин Нитаниягу или Яир Лапид. Вы только подумайте, что произойдет, если возле Тартуса в радиусе 10 миль будут одновременно находиться иранские, российские и израильские подводные лодки. Для нас это непозволительная ситуация. Что же касается воздушного пространства Сирии, наша позиция такая же, как и на море. Не имеет значения, будут ли там С-300, С-400 или любая другая система ПВО, Израиль будет пресекать любые попытки Ирана обосноваться в Сирии. Скажите, на фоне угроз, которые вы описали, вы считаете целесообразным критиковать правительство внутри Кнесета, заниматься вашей деятельностью со скамьей оппозиции? На этой неделе мы сняли с повестки дня вотом недоверия правительству. При этом вы знаете мое отношение к этому правительству. Но мы ответственная оппозиция. В дни, когда обстановка напряженная, Кнесет должен быть патриотически настроен. И это неподходящее время для внутренних политических баталий. Нужно делать то, что хорошо для народа Израиля. Ярил Апит, лидер партии Ешатит. Большое спасибо. Спасибо вам.